Давай я застелю твою постель чистыми простынями. Ты когда-нибудь видел такую постель? Теперь ты будешь сладко спать. Идем, ложись спать. Наконец-то гости разошлись, правда? Ребенок так устал от разговоров и шума. Иди спать, ты должно быть устал. Завтра я расскажу тебе сказку на ночь. Мы собираемся остаться здесь и завтра? Мама, мы можем поговорить снаружи? Мы можем поговорить позже. Что за спешка? Иди спать, ты устал. Поговорим завтра. Мам, нам нужно поговорить. Я же сказала, что поговорим. Не оставляй мальчика одного в первую ночь, он может испугаться. Иди спать, мы поговорим завтра. Спокойной ночи. Мам. Ты идешь в постель? Конечно, сейчас приду. Что за вопрос? Что случилось, почему ты не в постели? Там очень жестко и простыни пахнут мылом. Потому что они чистые. Иди в свою постель. А что если я здесь посплю? Тогда я буду спать там. Не уходи, папа. Денис, отпусти. Ты больше не любишь меня. Ты оставишь меня здесь, да? Я уеду завтра. Сяду на поезд и уеду. Я поеду к Фатиме. Мне здесь не нравится. Прекрати плакать, хорошо? Раньше ты мне никогда не отказывал, когда я хотел спать рядом с тобой. Теперь ты меня прогоняешь, потому что не любишь больше. Не кури эту гаду здесь. Она так воняет. Зачем они сюда приехали? Он тебе говорил что-нибудь? Это его дом, он обязан был приехать. Разве он чужой? Он же твой сын, Хусейн. Ты не можешь называть его «они». Тогда он должен вести себя как сын. Я послал его в Стамбул, чтобы он изучал агрономию, а он стал журналистом-анархистом. Разве это то, что обязан делать сын? Если ты будешь с ним ругаться, если они уедут из-за тебя, клянусь, я поеду за ним в Стамбул. Следи за своим языком. Я не позволю ему снова быть подавленным. Клянусь, я разведусь с тобой. Не будь смешной. Смешной или нет, я тебя предупредила. Смотри, я клянусь, коранам. Мы не подозревали. О его заключении. Мы не знали о нашем внуке, пока ему не исполнился год. Какая враждебность. Бедный ребенок, он растет без матери. Куда ты опять идешь? Пойду пкурю. Чертова куренье. Ты ничего не видишь? Ничего не слышишь, отец? Ты даже не подозреваешь о том, что происходит в мире. Ты раб своего капитала. Я не являюсь рабом. Попридержи язык. Ты уверен в том, что ты великий господин Хусейн, да? Что у тебя есть собственные рабы? Не будь невеждой. Те рабы — родные нам люди. У них есть все социальные гарантии. Мы никогда их не дискриминировали, и ни один их не оказался таким неблагодарным, как ты. Именно капитал позволил тебе обучаться в Стамбуле. Ты знаешь об этом? Я не хочу твоих денег, не присылай их. Ты будешь. Ты будешь изучать агрономию и управлять этой фермой. Ты думаешь, для кого я стараюсь? Папочка-супергерой маленького Дениза внезапно исчез, и... Дениз оказался совсем один в дебрях леса. Возможно, эта ужасная ведьма поймала его и заточила. Что такое? Ты еще не уснул? Нет, мне нужно в туалет. Иди, сходи. Дениз? Дениз, о чем мы говорили ранее? Ты большой мальчик. Если тебе страшно, пописай в саду. Просто сделай это. Мне не страшно, я не буду писать в саду. Это не наш дом, поэтому не буду. Хорошо. Дениз, герой, решил пойти на внутренний дворик, чтобы доказать, какой он смелый. Казалось, все ночные твари объединились, чтобы запугать его. Однако ничто не могло остановить храброго малыша. Иди в кровать. Иди в кровать. Это мое богатство. Это все мое. Ну что, ты сделал это? Да, там есть тайная комната. Никому не дозволено туда входить. Давай спать. Давай спать.